Хорошо. Кадыров это сегодня, как мне представляется, информационная пика Кремля. Это человек, которому многое позволено и который озвучивает вещи, невозможные в дипломатическом или в официальном политическом пространстве. Кадыров уже приучил и международное, и внутрироссийское общественное мнение к тому, что он называет вещи своими именами. И тот образ, который он в своей инстаграме использует, который истолковывается как прицел, может быть истолкован как угодно. Это может быть, например, тюремная решетка, может быть еще что-то. Но самое главное, что тем самым Кадыров отвечает на вызов, полученный с Запада. Буквально накануне BBC, а я напомню, что это британская широковещательная корпорация, которая работает на деньги английского бюджета, BBC выпустила в эфир довольно грязный пасхи, документальный фильм под названием «Тайные богатства Путина» или «Тайные богатства Путина». Там все, как бы сказано, не до конца, не до молвками, но это очевидная перчатка, которую западные масс-медиа бросают в лицо президенту Российской Федерации перед выборами 2016 года в Госдуму и уже с прицелом на выборы 2018 года на пост президента. Вызов принят, Кадыров отвечает. Мы сейчас можем ожидать того, что предельно возбудится Совет по правам человека при президенте, состоящий, как это ни странно, из так называемых правозащитников, очень даже прозападного толка. Но мне лично кажется, что этот вызов должны принять все мы. Изборский клуб и православные, державно-патриотические сайты, масс-медиа патриотического направления. Впрочем, это последнее, что мне хотелось сказать. Компания только начинается, можно ожидать дальнейших, очень острых продолжений. Поживем, увидим. Продолжение следует...